всем привет я продолжаю сидеть на даче и наслаждаться загородной жизнью который наслаждался и ян андерсон достаточно долго много пластинок было посвящено у него именно жизни деревенской ну насчет много пластинок я загнул много песен то я говорил вот недавно про альбом songs on the wood который просто полностью совершенно посвящен вот этой самой загородной прелестной жизни после него была пластинка heavy horses не менее хорошая а может быть даже и более интересная хотя мне больше нравится аксон да вот несмотря ни на что ну а после heavy horses вышел альбом stone watch который как-то в разговорах от джет ротал я читаю много комментариев разных как-то он проходит незаметно почему-то все говорят там ах акваланг акваланг ахсы козыбрик с и козыбрик просто ах пэшн плэй пэшн плэй пэшн плэй кстати единственная пластинка джет ротал который мне не нравится мне нравится все что делает ян андерсон пэшн плэй вообще мило ну я тупой наверное тем не менее при всей моей любви к цык и зыбрик вот дальше уже а потом после пэшн плэй все опять пошло хорошо но вот этот альбом как-то вообще там minstrel and gallery да все songs from the wood красота поздние пластинки тоже очень в фаворе а stone watch ребята почему почему при этом даже да при этом даже в all music guide отрицательная совершенно рецензия яндерсон исписался у него кончилось вдохновение песни сырые песни скучные не интерес какая чушь какая чушь почему так я не понимаю но all music guide это американская американский ресурс там хотя продавалась пластинка и в америке очень хорошо но там рецензии пишут тоже достаточно странные люди и иногда вменяемые иногда мало вменяемые особенно на английские пластинки с американскими там более-менее они разбираются с английскими не всегда хорошо пластинка очень хорошо продавалась в англии вообще она была в топе я не помню на каких местах там она находилась но на достаточно высоких мощнейший альбом на самом деле мощнейший stone watch он у меня даже даже не переиздание даже настоящий хотя стивен вилсон его ремонтировал уже достаточно давно уже пару лет по моему появилась пластинка в продаже ремастеринг стивена вилсона у меня ее нет не знаю почему не хочу мне нравится оригинальное звучание это не привык и наслаждаюсь этим прекрасным альбомы пластинка как пишут различные обозреватели и справедливо пишут против фактов не попрешь является последний который джет роталл записал в классическом составе 70-х годов то есть здесь последний альбом на котором играл берема барлоу изумительный барабанщик один из лучших барабанщиков рок-музыки наверное про лучших барабанщиков и лучших музыкантов лучше гитаристов лучших клавишников вот эту чушь страшную я не приемлю вообще потому что но нет нет лучшего гитариста и лучших гитаристов их нету потому что очень много музыкантов которые играют очень хорошо и имен половина из этих музыкантов мы вообще никогда не слышали потому что они являются сессионщиками играют без упоминаний в кредитах себя так вот здесь но что касательно барьему барлоу это я про него говорил уже неоднократно это фантастический совершенно музыкант которому поклоняются люди которые умеют играть на барабанах скажем так например там тот же самый джон боном говорил что барлоу это вообще это недостижимая вершина недосягаемая вершина и много кто еще так говорил джон иван исчезает из состава после выхода этого альбома и дэвид палмер исчезает из состава после этого альбома более того джон глаз как вообще умер не в процессе записи этого альбома а сразу по выходу этой пластинке он он сыграл немножко здесь успел сыграть джон глаз как корневой человек да и состава джетрата но он уже серьезно болел в записи участие принимал очень мало подлёг в больницу и как пластинка вышла а глаз как и умер и тем самым состав джетрата 70-х годов прекратил свое существование появился новый состав вышла пластинка эй после storm watch и планировалось как сольный альбом андерсона но был назван джетрата вам и дальше пошел уже джетрата другого созыва что называется но чем хорош этот альбом во первых своей музыкой во первых музыкой во первых качеством игры андерсон говорил что тот же самый barry mo barlow сыграл на этом альбоме лучше чем где бы то ни было что это самое потрясающее выступление но выступление в смысле запись этого барабанщика barry mo barlow ну и все остальные отличились там где не мог играть джон глаз как играл на бас-гитаре сам андерсон что тоже ему очень понравилось и кстати говоря он когда говорил об игре barlow он говорил что наверное наверное бару сыграл так хорошо потому что я играл на бас-гитаре но андерсону скромности не откажешь хотя он имеет право он мэтр и ему позволить на такие вещи блестящий он сыграл здесь на флейте сам ян андерсон вообще он я не знаю где он плохо играл на флейте есть разные мнения о нем кстати говоря есть мнение что он издевается над флейтой и плохо вообще с ней работает это большое заблуждение потому что люди которые умеют играть на флейте нормально классические музыканты флейтисты хорошего уровня они потрясены как правило когда когда слышат как играет андерсон и говорят что это что-то невероятное это невозможное в хорошем смысле этого слова это уникальный совершенно человек в смысле флейтист абсолютно уникальный со своим звуком со своей подачи я не говорю об а пение вот так вот это пение это не он придумал это еще там рон кирк замечательный джазовый музыкант играл с этим пением во флейту и много кто это делал вообще в принципе в подаче в звуки андерсона он он превзошел многих на самом деле вот так что нет вообще здесь все хорошо в этом смысле а песни достаточно тяжелые они тяжелые все пластинка концептуальная и если андерсон любил смотреть в прошлое частности на солнце ром де вуд все эти деревенские праздники все эти народные гуляния до вся эта фолковая музыка которая пришла из тех из древних веков до окна здесь он смотрит настоящее в ледяное страшное настоящее и storm watch это вот этот самый какой-то страшный образ который движется на нашу цивилизацию уже собственно двигался уже тогда когда записывался этот альбом то есть это взгляд на настоящее и чуть-чуть в будущее и вот эти не будущее не настоящие андерсона совершенно здесь не радует достаточно мрачная пластинка и соответственно она тяжелая по звуку по музыке она очень роковая она практически хард роково местами например там дак эйджис песни темные времена которые грядут которые были в прошлом поет андерсон здесь вот они были там когда-то и они снова приходят вот эти темные времена это просто я не знаю там не хэви метал конечно но но такой гитарный ракешник что будь здоров многие металлические группы могут позавидовать и с интересом послушать как это сделано как это сделано настолько тонко настолько слышно настолько изысканно и при этом очень тяжело так же как и песня somethings on the move который открывает вторую сторону тоже туда же тоже тяжелый прибивающий такой гитарный рог ну а в целом норси ойл нефть северного моря первая песня все о том же да мы все знаем нефтепроводы газопроводы очень актуальная тема нефть закончится и все пойдет по-другому и как-то будет страшно мрачно и и неприятно но потом две песни которые я с юности полюбил какой-то трепетной любовью райан одинокая звезда которая светит нам и заставляет о чем-то думать или не заставляет а просто светит одинокая звезда светит незнакомая звезда снова мы оторваны от дома помните такие такую фразу и все и больше ничего не нужно вот в этих словах все сказано так же как и в песне о райан в припеве тоже сказано абсолютно все и это чувство вместе с мелодией с гармонией вместе с интонациями она проникает прямо в сердце то что хотел сказать андерсон понимаешь мгновенно и изумительная песня холм дом она настолько не джет роталовская она какая-то такая песня вообще просто хорошая песня но если изменить тембр голоса и спел бы ее не андерсон я бы никогда не сказал что это песня джет ротал она просто какая-то такая прорывная трепетная сердечная баллада при этом электрическая она достаточно тяжелая но она такая песня вообще такая такая понятная без каких-то чудес без наигрышей без виньеток лишних без без украшений без без усложнение аранжировки она понятная простая и трепетная а дальше начинается вот так и джесс тяжелый протемные времена в омс пуран инструментал закрывающий первую сторону привет из из пластинки songs on the wood инструментальная пьеса легкая воздушная прозрачная с прекрасной флейтой что все-таки все-таки жизнь еще идет где-то но потом сам сам things on the move крах цивилизации очередной что и в музыке слышно здесь и в подаче и в мелодии в общем все здесь все рушится old ghosts старые призраки которые говорят о том что все-таки были времена и и ничего себе и жили неплохо данрынгилл это старый замок если мне память не изменяет или старый остров какой-то и в этом самым старом замке когда-то тоже пили чай кофе приходили гости и все было неплохо и вообще здесь можно отдохнуть перекинуться в картишки и почувствовать себя спокойно в тишине не наблюдая вот этот крах цивилизации который вокруг происходит данрынгилл это существующее такое настоящее место то есть это правдивая география данрынгилл это как какое-то такое место на карте есть где бывал ян андерсон и чуть ли там неподалеку и жил даже этого данрынгилл флайн дачмен это опять все рушится все пропало все плохо и и ничего хотя песня красивая хотя она она мне при этом не нравится единственная песня на этом альбоме который мне не нравится она какая-то слишком разобранная что ли раздерганная очень много андерсон хотел сказать одновременно в одной и вот этой самой песни и все это высказал и все это и в музыке раздерганной и и в пении как-то раздерганной и и не знаю но это мне так показалось то мое восприятие и и замечательный инструментал элеги который написал дэвид палмер трогательный да просто до слез на грани пошлости на вот мелодия на грани пошлости она 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 настолько слезоточивая настолько тонкая настолько трепетная что вот на этой грани находится еще немножко и превратиться в какую-то попсу просто страшную но эту грань не переходит при этом остается в области искусства вот это большое мастерство очень хорошее произведение его можно напевать на свистывать крутить в голове элеги я имею ввиду такая сердечная слезливая в хорошем смысле напоминающая о том что нужно вести себя хорошо все-таки вот но грань вот эту вот она не переходит слава богу это настоящее искусство за это надо выпить